Привет, друзья! Мы таки дождались премьер... Количество их увеличилось в разы. В общем, устраивайтесь поудобнее, сейчас все расскажем. На НТВ выходит второй сезон сериала «Тверская». Телеканал запустил в эфир повтор первой части, а также анонсировал премьерный трейлер второго сезона. Старые серии сейчас в эфире в 8 вечера. «Тверская» любой ценой нас ожидает ориентировочно 2 сентября. В новом сезоне противостояние между майором Соболевым и теми, кто виновен в смерти его родителей, достигает нового уровня. Его враг Сергей Неретин, потерявший из-за Соболева свой бизнес и свободу, предлагает ему временное перемирие. Без сомнения, они оба понимают, что им нужно объединиться для того, чтобы уничтожить общего врага – бизнесмена, торговца оружием и члены наркокартеля. Таким образом, два заклятых врага оказываются на одной стороне. Главную роль вновь исполнит Иван Колесников. Компанию ему составят Виталий Кищенко, Лукерий Ильяшенко и Кирилл Запорожский. Новые серии явно сместят Невского как минимум на месяц, но не будем загадывать и смотрим Тверскую в эфире НТВ. С 26 августа в 21.20 на России 1 зрители ожидают замечательные премьеры долгожданного сериала «Дождь на исходе лета». Эта премьера появилась как раз вовремя, ведь сейчас за окном конец августа. Нам расскажут про три семьи Дольских, Дымовых и Марковых. Ситуация, случившаяся между Ольгой и ее преподавателем Михаилом Дольским, привела к расставанию и случайной встрече спустя 15 лет. Ольга разрывается между любовью юности и нынешним мужем. Не менее драматична линия друга Михаила – Петра Маркова, его брак нельзя назвать идеальным. Жена терпит многочисленные измены мужа и даже оправдывает их невозможностью остаться одной после потери сына. Однако, когда героиня знакомится с любовницей мужа, она решает оставить его в покое и начать новую жизнь. Серии в драме восемь, а уже сегодня премьера состоялась на Смотрим.ру. Новыми фотографиями со съемочной площадки Шефа 7 с нами поделилась 3Х Медиа. Кинокомпания сообщила о середине съемок, вязать снято ровно 10 серий из 20. На кадрах можно увидеть кучу экшена, а также исполнителей главных ролей. Ждем премьеру. Напомню, что ранее мы рассказали обо всех новинках НТВ в новом сезоне, и среди них также числится Новый Шеф. Все фотографии мы уже опубликовали у нас в соцсетях. Обязательно подписывайтесь, ведь там новости и ролики выходят раньше. Ссылочки найдете в описании. А большая премьера ждет и зрителей Первого канала. Историческая драма «Я не могу без тебя» в эфире с 26 августа на Первом. Старое название сериала «Я дождусь». Многосерийный фильм охватит 20-летний временной период и свяжет личные истории героев с событиями огромной страны. Итак, за окном начала 70-х. Советская деревня. Кирилл и Надежда растят двух сыновей. В их семье царит гармония, пока районное начальство не решает поддержать. Развернувшееся по всей стране движение под лозунгом «Остаемся всем классом в родной деревне». Для проведения разъяснительной работы с выпускниками в поселок направляется парторг Вадим. Кирилл влюбляется в его жену Валентину. По сюжету Вадим пытается бороться за семью, но Кирилл настроен слишком решительно. И когда Вадим погибает при странных обстоятельствах, все подозрения в убийстве падают на Кирилла. Теперь каждый его день в тюрьме наполнен надеждой вернуться домой и жениться на Валентине. 2 сентября нас ожидает возвращение «Блудного сибиряка». Телеканал ТНТ покажет вторую часть комедии «Просто Михалыч». Напомню, что это комедия о добродушном главном герое, который воюет с москвичами за родной лесхоз. В продолжении масштаб противостояния Михалыча со столичными врагами вырастет, но и союзников у героя тоже прибавится. В новых сериях, кроме Владимира Епифанцева, мы увидим Ольгу Медынич, Павла Ворожцова, а также Гошу Куценко. Смотреть можно будет в 20.00. Не пропустите премьеру. 19 августа на пятом вышел новый сериал «Дом с ментами. Это детектив» из 32 эпизодов. По сюжету никто из оперативников по доброй воле не хотел ехать работать в отрезанной кольцом железной дороге Новый район Василькова. Но в управлении таки нашли четверых сбитых летчиков. Их и поселили в старом заброшенном здании отдела полиции. С легкой руки местных жителей здание начинают называть дом с ментами. Но самим полицейским не до смеха. Как можно не иметь собственного угла? И сколько нужно раскрыть дел, чтобы все-таки получить свою служебную квартиру? Узнаете на пятом в 22.20. Последний шанс сохранить звание. Держи их в ежовых рукавицах, чтобы они не особо жужжали, но и не накосячили. Комедийный сериал «Что делать женщине, если» продлили на второй сезон. И новые серии нам представят 26 августа на ОКО. В первом сезоне главная героиня, адвокат Анна Елена Лядова пыталась выбрать себе мужа на три месяца, а впоследствии дедушку для своей будущей внучки. А в этот раз Анне, так и не определившейся, кстати, с мужем, предстоит избавиться от любовниц, супруга лучшей подруги. В ролях также Гоша Куценко, Антон Филипенко, Грепина Стеклова и Александр Робак. В Москве снимают новую военную драму, которая называется «Значит нам туда дорога». Шесть серий. В центре сюжета пятеро друзей. Уроженцы разных регионов СССР. Они служат в одном пехотном полку. В них за плечами уже три года войны, а впереди освобождение многих городов. И их ведет вперед песня «Дорога на Берлин», написанная майором Далматовским. Премьера сериала состоится на «Смотрим.ру» в 2025 году, а в рамках телепремьеры сериал покажут на «Россия-1». Первый трейлер исторического сериала и драмы Нинель представил «Первый канал». В конце 80-х годов главная героиня Нинель, обладающая уникальным актерским талантом, ради спасения своего отца становится напарницей известного афериста. Но пока милиция бездействует, Нинель, превоплощаясь в разных людей, пытается провести свое расследование и доказать невиновность отца. Премьеру мы уже скоро увидим на «Кино 1 ТВ», а также на «Первом». Что делать, если вы уже переехали на новую квартиру, а с вами будет жить жених-дочери? Стала известна точная дата выхода продолжения «Воронинах». Новый сериал «Костя Вера» на экранах с 9 сентября в 7 вечера на СТС. Итак, после ухода главы семейства Николая Петровича, Костя и Вера с детьми переезжают в новую квартиру, а Галина Ивановна – на дачу. Тем временем поиск себя вынуждает Леню перебраться сначала к матери, а затем и к младшему брату. Жилплощадь с Воронинами разделит и жених Маши Сергей. Простой парень из провинции совсем не по душе Кости. И теперь уже он, как Галина Ивановна в свое время, ищет недостатки у бывшего зятя, чтобы избавиться от незавидной партии для своей дочери. В главных ролях Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Анна Фроловцева и Станислав Дужников. Была объявлена дата премьеры третьего сезона «Триггера» с Максимом Матвеевым. Долгожданное продолжение истории о психологе-провокаторе выходит 19 сентября. Артем Стрелецкий наконец-то возвращается к своей практике. Мы увидим много новых пациентов Артема, а также нас ждут и неожиданные, захватывающие повороты из его личной жизни. Новый сезон будет состоять из восьми серий, а к своим ролям вернутся Светлана Иванова и Игорь Костолевский. Ну а это были все премьеры недели. Подписывайтесь, друзья, чтобы не пропустить новые выпуски.